И как обычно, по традиции, мы с вами начинаем видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 25 мая и киевское время 19 часов. Ну что ж, недолго, недолго держалась пауза, опять начались ше... Ну, в принципе, вчера прилетел Ил 76-й с Тегерана в Москву. Ну, видимо, пришла очередная партия, и Российская Федерация решила раскошелиться еще на 36 шахедов. Итак, сегодня ночью Украина, вся территория Украины, или большая ее часть, так, наверное, надо будет сказать, потому что даже в Черновецкой области сбивали дроны, атаковала нашу страну, Российская Федерация атаковала нашу страну 36-ю барражирующими боеприпасами типа Шахед-136, Шахед-131 иранского производства. Было столько зафиксировано. Совместными усилиями, как системы ПВО сухопутных войск, территориальной обороны и воздушных сил, вооруженных сил Украины, все 36 шахедов были сбиты. То есть сегодня 36 из 36. Вот такой вот урожай мы собрали этой ночью. Но скажу вам так, что можно сделать такой вывод из этой массированной атаки и ее географии, что Российская, скорее всего, Российская Федерация за счет этих шахедов старается вскрыть систему ПВО, и, видите, уже хотят добраться до западных границ Украины. Я имею в виду Черновецкая область. Так что вполне возможно, что в ближайшее время можем еще и получить ракетный удар или ракетную атаку со стороны Российской Федерации. Расслабляться нам не приходится. Также за прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных ударов и 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и другим населенным пунктам. Про вероятность ракетного удара по всей территории Украины, то, что она остается высокой, я уже сказал. Также противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих направлениях за прошедшие сутки произошли 28 боевых столкновений. 28 атак было отбито нашими силами обороны в течение прошедших суток. Волынское и Полесское направления. Здесь оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Я предполагаю, что в ближайшее время мы увидим большую активность войск Беларуси. И она будет связана опять с внезапной проверкой боевой готовности этих войск к выполнению задач по предназначению. Почему? Потому что есть информация, что Лукашенко, сам правослушенный президент Беларуси, очень озаботился ситуацией в Белгородской области. Ну а сегодня еще подлила в огонь ситуация в Курской области. Так что я вполне допускаю, что буквально сегодня-завтра Лукашенко начнет поднимать эти войска по тревоге, тренировать, проверять и так далее и тому подобное. Так же, как он реагировал на события в Брянской области, когда был самолет-вертолет ПАД. Четыре летательных аппарата за один световой день. Далее, Северское и Слобожанское направления. Здесь опять противник нанес авиационный удар по Сумской области и совершил минометные артиллерийские обстрелы всех трех областей. Вот этот, надо отметить, что рейд российского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России в район города Грай-Ворон закончился. Они вернулись на территорию Украины. Но, в принципе, потери у них минимальные. Там по разной информации. Одни говорят, что нет убитых. Но другие источники говорят, что двое убитых, десять раненых. При этом они рапортуют о том, что уничтожили до роты личного состава российской армии. И контролировали территорию практически более 40-42 квадратных километра. Они контролировали территорию. Плюс они вернулись с трофейной техникой, захваченной у российской армии. Как на пограничном переходе, так и на... Тут даже больше, я говорил и повторяюсь, тут даже больше политики, чем войны. Потому что политическое значение этого рейда, оно просто неоценимое. В России нету незакрытой границы, незащищены границы. Пограничники вообще не чешутся. Техника стоит в боксах, никаких блокпостов, никаких позиций. Настолько они самоуверены в том, что этого не может быть. Что тут... Да, окопы, может быть, они и вырыли. Зубы дракона там раскидали. Именно раскидали. Потому что, если в этих окопах нет личного состава, они ни к чему не приведут. Первые два дождя размоют окопы и позамывают эти все зубы дракона, блоки и все остальное. То есть, там вольготная мирная жизнь, которая даже не предполагает защиту государственной границы Российской Федерации от внешнего вторжения. Ну, я бы даже, наверное, сравнил тактику действий вот этого корпуса добровольческого российского. Как когда-то Нестор Иванович махнул на тачанках, заезжал, наносил огневое поражение и спокойно уходил. Никто его не мог остановить и преследовать. В результате чего большевики его перетянули на свою сторону. Поняли, что с ним бороться бесполезно. Посмотрим, как будет дальше развиваться событие. Но, еще раз говорю, что сейчас новый, мы об этом еще поговорим, там еще новый рейд организовался. Но тот в Грайверо рейд закончен. Купенско-Лиманское направление. Здесь противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Враг продолжает давить южнее населенного пункта Масютовка и ищет слабые места в нашей системе обороны. Также ожесточенные бои идут в Серебрянском лесничестве. Там оно не прекращается. Там постоянная напряженка. Они очень хотят выдавить нас из лесопосадок в районе Кременной. Но им это не удается. Уже сколько месяцев. Бахмутское направление. Здесь за прошедшие сутки противник ввел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Они пытаются вернуть утраченные позиции. Это бесполезно. В результате успешных наступательных действий наших сил обороны удалось несколько оттеснить врага. Причем мы уже начинаем теснить даже ЧВКшников, новое ЧВК, ветераны. Это Министерство обороны ЧВК. И мы их оттеснили. Также удалось отбросить врага южнее у Рощища Ступки. Мы продолжаем развивать свой успех. И при этом продолжаем наносить существенное поражение российским войскам. Сейчас в самом Бахмуте напряжение немного спало. Количество атак со стороны российских войск значительно сократилось. Последние 2-3 дня там наблюдается более-менее затишье. Идет ротация. Российские войска начали ротацию. Но об этом мы тоже более подробно поговорим чуть-чуть позже. На Авдеевском-Маринском направлении здесь, ну как шутит команда Дипстейт, которая тоже занимается аналитикой и анимирует это все на карту, они говорят, что у российских оккупационных войск продолжается день сурка. То есть они каждый раз атакуют, несут огромные потери, как в технике, так и в личном составе, но все равно не отказываются от продолжения атак. Причем здесь атаки безрезультативные. Если в Бахмуте и там еще вагнеровцы, укладывая своими костями путь, хоть как-то продвигались, то здесь в районе Авдеевки и Маринки продвижения нет никакого. Но потери намного существеннее, чем у вагнеровцев в Бахмуте. Здесь еще враг теряет и бронетехнику. Так, например, враг штурмовал позиции в районе остановочного пункта 450 км южнее Авдеевки, потерял танки и значительное число пехоты. В районе самой Авдеевки штурмовал наши позиции, потерял бронетехнику и большое количество личного состава. В обоих случаях успеха не имел и отступил на исходные позиции. Это Авдеевка. В Маринке враг продолжает давление на западные окраины города, но результата не имеет. Тоже несет потери и откатывается на исходное положение. Шахтерское направление. Здесь обстрелы, позиционные бои, перестрелки и обмен огневыми ударами артиллерии. В общем, обстановка более-менее стабильная и не наблюдается эскалация. Запорожское и Херсонское направления. Здесь противник обороняется и продолжает обстрелы нашей территории. Мы отвечаем, ведем контрбатарейную борьбу. За прошедшие сутки были обстреляны населенные пункты Донецкой, Запорожской областей и сам город Херсон. Как вывод за минувшие сутки можно сделать следующее. Враг усиливает давление на Авдеевку и в сторону Купенска. Вот это два таких, на мой взгляд, направления оперативных, которые могут стать более горячими, чем, или такими же горячими, как был Бахмут еще неделю назад. При этом враг старается не проявлять инициативу ни в Марьинке, ни в Бахмуте. То есть, они тут ведут боевые действия, позиционные бои, перестрелки, но вся активность сейчас, наибольшая активность проявляется на Авдеевском и Купенском направлениях. Силы обороны пытаются перехватить эту инициативу, нанося врагу безболезненные удары из всех видов огневого поражения. Особенно работает наша артиллерия и аэроразведка, которая тоже наносит огневое поражение противнику. И еще можно добавить к этому выводу, что Бахмут сегодня стал городом тупиком, а не выходом на оперативный простор. То есть, если они рассчитывали изначально взять Бахмут, взять Солидар, взять Бахмут и выйти на оперативный простор, и дальше двигаться на Славянск-Краматорск, то сегодня Бахмут превратился в такой глухой тупик. Выйти из Бахмута они не могут, у них нет сил и средств. Даже сейчас сначала с перегруппировкой, я думаю, вряд ли они решатся на серьезное наступление, потому что за Бахмутом начинаются господствующие высоты перед Часовым Яром. С южного фланга мы заняли все господствующие высоты и продолжаем продвигаться. На севере то же самое. То есть, это практически создался так называемый огневой мешок. Нет даже необходимости в окружении Бахмута на сегодняшний день. Сколько бы они войск туда не нагнали, это огневой мешок для российских войск. Поэтому я не думаю, что они смогут продвинуться дальше, даже если они еще раз притянут туда большое количество резервов. Так что посмотрим, как дальше будет. Я думаю, что дальше они будут там переходить в глухой обороне. По авиации Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесло 7 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки наши воины также уничтожили 3 вражеских ударных беспилотника типа «Шахет» и 1 разведывательный дрон типа «Орлан-10». Подразделения ракетных войск и артиллерий поразили 2 района сосредоточения живой силы и техники противника, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника. В целом, по всей линии фронта Силы обороны Украины нанесли противнику следующий урон. В личном составе около 500 российских оккупантов уничтожено, 3 танка, 8 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 36 беспилотников оперативно-тактического уровня, 2 автомобиля и 4 единицы специальной техники. Вот такой вот урон нанесли противнику. Еще надо отметить, буквально перед началом записи появилась информация о том, что поражен разведывательный корабль в акватории Черного моря с помощью дронов. Появилось видео, что он был атакован тремя дронами и с утра российские средства массовой информации выложили видео, как они уничтожают один из дронов, который пытается пробиться к кораблю и заходит с носовой части корабля с левого борта. Они его уничтожают, в него попадает крупнокалиберный пулемет или автоматическая пушка, у разведкорабля нет более мощного вооружения и дрон взрывается. А потом, сегодня в обед выложили видео уже наши операторы дронов, которые заходят в корму с левого борта этому кораблю. И видео заканчивается тем, что он врезается в корму. Это дрон Камикадзе, так что ждем сейчас официального подтверждения от министерства, от генерального штаба нашего. А также и факта поражения этого корабля, какие он получил повреждения. И, соответственно, тогда мы включим его в список потерь Черноморского флота. Это, кстати, очень хорошая тенденция на Черном море. Новая и очень хорошая. Вот такая военная обстановка сложилась за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и линии фронта от Харькова до Херсона.